Не заставили нас долго ждать команды, буквально 3 минуты, и мы уже стартуем на следующей игре сегодняшнего игрового дня. Для вас работает Михаил Орговкович на каналах Мейнкаста, скейт против команды Тим Эндпоинт, карта Оверпасс, формат встречи всё так же, Бест оф Ван, и Эндпоинт начинает у нас в атаке. Скейт же обороняется, болгары-англичане, интересный матчап, который нам предстоит сегодня увидеть для Тим Эндпоинта. Это уже вторая игра, 1-0 они начали с вчерашнего дня, Дениславс, Пеллон, Рафу, 2 фрага, ну и пистолетка, правда, вот сейчас для них складывается не самым лучшим образом. Эти Макс по итогу последний, против пятерых, попытка перетягиваться через Киденгарден, уход дальше на длину. Так вот, вчера Эндпоинт всё-таки смогли одолеть своих оппонентов, Юникорсов Плав, прииграли им на карте ДАЗ-2, те смогли всё-таки со счётом ШНАД-6 победить, очень легко и просто для них далась та игра. И сейчас же ситуация, конечно, немного обратная, скейт, это не мальчики для битя, это болгары, которые готовы драться буквально за каждый раунд, за каждый сантиметр этой карты. И вот пистолеточка с их заготовкой уже показывает, что здесь всё не так уж и просто будет, Ренвок, и по итогу последний минус находит, Матимакс, хоть перед своей смертью минус дал на этого Малара, он всё-таки перестрелял, но это 1-0, и защита начинает всё-таки для себя с плюса. Дальше устанавливается пауза, по какой причине пока непонятно, нужно, наверное, всё-таки дождаться определённого момента, чтобы решить. Я не думаю, что здесь тактическая какая-то пауза должна быть у кого-то из игроков, всё-таки только лишь один раунд позади, эндпоинт принимает решение, закупаться или нет, но бомба была не поставлена, даже не дойти до плантания успели, как погибли, поэтому здесь, скорее всего, экономический. Дальше при счёте 2-0, выход уже на полноценный бай. С другой стороны, возможно, какие-то проблемы даже технического характера, которых встречать по ходу игры, конечно, не хочется ни в коем случае, поэтому ждём, ждём возобновления, и как только матч стартует, просто возвращаемся и продолжаем просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Не экономический, не как я предполагал изначально, решили всё-таки закупиться. Интересно, какая будет заготовка на этот раунд, это 4 дигла, 1 тег, плюс достаточно большое количество самоков, а именно 5 их на игроков присутствует, плюс ещё молотов, где флешки, то есть здесь больше выход, наверное, вот на постановку бомбы, на заход на сайт. И дальше удержание своих позиций. Получится ли здесь разыграть такую ситуацию, пока непонятно. Есть игрок в спине, это Денислов, работает он с детской площадки пока, позади всей этой диверсии, которая проходит просто мимо него. Причём весь этот айсберг уже успел проскользнуть, и он даже на него не обратил внимания. Занятие банана. Но рано или поздно Денислов, конечно, может стать камнем преткновения, определённо точно. Сурила подсадили в попытках вычисления. Ну и вот, говорит, здравствуйте, есть минус, дальше бы отсюда отойти. А зачем? Томс так же проходит. Крушел уже упал, дальше переключение, Сурил минус в своё дело. И это забрать бы ещё игрока, входящего с метро. Есть минус от Рокинга, Матимакс на размене, а вот это уже и опасно. Подарили МП-ху, подарили целую М-ку, и теперь дальше инплейн, ситуация 2 в 2, можно и разыграть. Успевает рейнблокер, правда, стянуться на точку Б, хотя не угадывает с направлением вектора атаки. Типа просто через длину на плюс В попытается сейчас выйти на Аплент. Игрок находится в сайте, это спел, он считает 6 хп у него, пока не палится. Игроки команды атаки, открытие, их начекали. Но теперь всё понятно, и всё прекрасно понимает сам игрок обороны. Нужно как-то жить, по-хорошему будет фраг найти, забирает красного. Дальше размены, Робин теперь уже дальше ситуация 1 на 1. Установка бомбы, за двойные меры, инвокер не рискует, тайминг был бы хороший, мог бы прям сразу снять своего оппонента. Но так или иначе, минус он свой оформляет в конце. И было бы это экономически, и это было бы просто шикарно. Это было бы филигоранное исполнение от команды инплейн. С другой стороны, вы сыграли всё-таки форсированную закупку. Деньги на бай, ну плюс-минус присутствуют. 3 800 у Робина, у Мэти Макса. И они закупаются, они будут подкреплять. А вот команда скейт потеряла 4 полноценных девайса. Экономика прям вот наладом дышит. Сейчас передропаются, естественно. Смогут перезакупиться, и снайперская винтовка Денислова появилась. Но в случае поражения в этом раунде, команда инпойнт имеет шанс выходить дальше уже на паритет по счёту, а может быть даже и на выход вперёд изначально. То есть их идея может сработать, только если сейчас ещё раз получится повторить успех. Только уже закрепить его тем, что они могут выиграть раунд. По Бае всё хорошо. Это 3 Галила, также 2 АК-47. Хараскидка неплохая. Полетели гранаты в сторону точки. Выгоняют. Но Рейнвокер, даже на отходе, мы эти максы всё-таки перестреливают. Энтерфрага не будет по точке Б. Это меньшинство, и скейт начинает для себя достаточно успешно. Раунд под номером 3. Дальше, конечно, попытается Томан сейчас найти размены. Его уже увидели, уже прострелы, уже неприятны. Вот как-то по одному, по одному. Интпоинт пытается пикать своих зави. Это определённо точно только лишь играет больше в минус. Интересно понаблюдать за картиной, которую нам предлагал наш партнёр. DJ Bet перед встречей. 1.98 на команду Team&Point и 1.77 на команду Skate перед стартом этой игры. Заслуженно. 50 на 50 почти, но всё-таки Skate выделяется чуть больше фаворитом. Ну и понятно. Не по вчерашней игре. Конечно, поначалу всё было так. Но дальше подключались. Очень круто. Англичане, как бы там ни было, и сейчас заход на точку. Неплохой, несмотря на то, что потеряли первыми. Всё-таки игрока. Дальше прошли всех опорников. И Денислав вместе с полным остаться вдвоём. Один действует через метро. Сурил к нему готов. Тот не обращает внимание на шорт. Не успевает даже среагировать. Получает по голове. Денислав последний. И это первый для команды Endpoint. Взятый бай, не самый лучший, с минимум по гранатам и неплохими девайсами. Позволит сейчас выйти на счёт 2-2 по-хорошему. Если Денислав ещё бы засейл свой девайс, то шансы какие-то были. А теперь они отсутствуют напрочь. По полторы тысячи на троих. И прекрасно понимая мечта и экономику своих оппонентов, они теперь должны будут прямо сейчас закупаться. Следовательно, после того, как они закупились, если ничего не произойдёт, и команда Skate не подвезёт и не смогут забрать этот раунд, то им придётся делать 2 экономических ряда, и следовательно Endpoint уже выходит для себя вперёд. Да, минимальный разрыв по счёту, но это всегда приятно. Атака не является какой-то здесь ущемлённой защитой на карте Overpass. Нет, она, конечно, где-то и отстаёт, но при этом плюс-минус 52 на 48 где-то в равных кондициях сохраняется полетет по карте как таковой. И здесь всё гладко в этом отношении. Крушил, смачок прокинул, дальше раскидка. Длину не ждут, длину не ждут, 4-5 номер в упоре. И рано или поздно это может стать для них сюрпризом. Ну или Рафу, 2 в ряд есть, но вот дальше жадная сгубилась. Показался забрать девайс, поток погибает. Робин дальше находит размен, считает. Испеллона в этой позиции. Отличный разворот на 180. Минус оформляет. Денисов слышит проход на курилку. При этом дальше слышит и Сурила. Минус делает. И, наверное, сейчас немножко портит всё настроение и планы команды Тим НП. Делает очень важный фраг. Девайс для себя находит. Дальше пошло перестроение от команды атаки. Естественно, адаптация к ситуации сейчас приходит. Но Ринвокер уже успел стянуться. Смачок. Передал своему Тимуэйту АК-47. Дальше немножко всё-таки похалдят. И попытаются сделать фейк-паузу. Будет ли выходить точно на точку А? Пока непонятно. 40 секунд на таймере. Это время позволяет им и перетянуться. Но, с другой стороны, можно и соргать до конца. Скейджи принимают очень верное решение. Они будут играть вместе. Не хотят разделяться. И за счёт этого, конечно, здесь могут найти для себя куда больше. Плюсы до поры до времени не разделялись. Только с Кауэрин Вокер уходит с позиции. Денисов один на машине. Не делает минус. Погибает всё. Но его разрывает. Минус он делает. Робин падает. Один в два. Томас. 13 секунд на таймере. И Ринвокер очень вовремя приходит на холпу. Забирает и его. Это раунд. Выигранный с голыми пистолетами. И одной МПХ. На руках у команды из Болгарии. Третий раунд для них в копилочку. Эндпоинт также закупается. И это качели. И это качели, что на прошлой карте. Что теперь. И эта история будет продолжаться, видимо, бесконечно. Сегодня день прям феноменальных каких-то изменений в коллективах. Где-то больше, наверное. День сюрпризов. Для кого-то хорош, для кого-то все-таки плохих. Немига выиграла свой матч предыдущий. И по мнению сообщества, и букмекеров, нашего партнера DJ Bet. Все так и должно было складываться. Да, они без проблем. Да, с ошибками. Но там была прям... Игра была брак. И там из той и из другой стороны ошибки допускались. Без этого было некуда. Но при этом все-таки французы как-то, видимо, допустили их куда больше. Именно во второй половине. Сейчас зажмут игрока с длинным. Не дадут отсюда уйти. Денислов не отпускает. Здесь подстраховки никакой не было. И команда НПОТ себя чувствует в туалетах просто как дома. Прошли полностью в фонтан. Вышли, заняли центр. Сыграли через курилку. И по итогу игрока на длине просто навсего продали. Робин. Минус. Спелл погибает. Еще один фраг. Безответный. И вроде как вот качели. И игроки выигрывают раунд с голым пистолетом. Но сейчас проблема. Неплохой минус. Дает рапу. Очень важный. Рокинг дальше на размине. Рокинг бы еще один минус. Но нет. Там уже и Робин. И Майти Макс подключаются еще по фрагу. И Ренвокер остается один против троих. Минус есть. Дальше по установке бомбы. Должен был работать. Майти Макс все-таки здесь все больше выигрывает время. Тем самым не открываясь бомбу установил. Симачок против холпы положил. И Робин сейчас просто Ренвокера по итогу не выпустит. Позиция коварная. Слышит прекрасное передвижение своего оппонента. Все прекрасно понимает. Выход будет через банк. На финалочке. Как вскрывать позиции двух оппонентов в сайте. Да непонятно. Один вообще занимает очень... За фургоном. За банковским фургоном. И если даже Робин погибает. Майти Макс работает на размине. Нет, не в этот раз. А времени ли хватит? Времени хватает. Боже, какая ошибка от команды Endpoint. Как все грамотно было с их стороны разыграно. Времени не хватило. Я поспешил со своими выводами. Китов не было. И времени не хватило. Буквально одной секунды. Так вот. Как было все грамотно. Со стороны англичан разыграно в этой ситуации. Был кроссфайр. Позиция последнего игрока была известна. Это был не сюрприз. Но при этом сыграли почему-то порожень. Сначала погибает один. И в тот момент, когда игрок защиты должен был перестраиваться. Его просто берут и не наказывают. Он успевает развернуться. Начекает еще одного оппонента. Он тут успевает перестроиться. Поток погибает. Да, раунд выиграли. Но это получилось буквально чудом. Потому что не хватило времени. Были бы киты. Можно было бы попрощаться. И команда потеряла бы очень важный для себя раунд. И по экономике. И вообще, в принципе, по счету. Мы как раз все это видели. Не один раунд без коллектива. При этом, видим, что у скейт снова проблема. Это пистолеты не дефолт. Не дефолт, не 4 декла и 5-7. От рокинга. И дальше попытка врыва. Да. Воровались на шорт. Попытались здесь забрать Мэти Макса и Сурилу. Но те не открывались. Томас также не подставился. Играет очень грамотно. Очень-очень грамотно позиционку в атаке. Они все-все прекрасно сознают. И за счет этого, конечно, подцепиться, зацепиться как-то. Эта история очень-очень патлематична. Дальше Роми подбирает бомбу. Начинает свое смещение. Уходит на монстр. Еще один смачок прилетает. Дальше против Рейнвокера еще попробует сыграть. Тот будет отмораживаться до конца. Для того, чтобы стать здесь неким камнем преткновения при встрече на точке Б. Но Рафа проходит. Томас по итогу. Да, вот Рейнвокер находит минус. Но дальше размен. Здесь больше одного фрага ему сделать было крайне сложно. Делать этого не получается. Смачки положили. Бомба ставится. Уходить бы на сейф. Уходить просто на сейф. Бежать, куда глаза глядят. Эти арморы. Эти пистолеты. Мы видим прекрасно, что это по 700-500 долларов на человека. Это очень-очень мало. И это прям... Грустно, неимоверно. Как бы там ни было. Просто уход. Попытка. Денис сейчас еще попробует кого-нибудь подрезать. Да, работает против отходячих игроков. Но сейчас еще может погибнуть. Но нет, минус находит. Забирает Матимакс. Но то был Мак-10, тоже несущественно. Главное, что Эндпэд забирает для себя третий. А у команды Скейт все равно на следующий раунд денег не будет. Как бы там ни было, придется отыгрывать все равно. В чем, что есть на руках. А это по 2500 примерно на человека. Кто больше здесь наошибается в первой половине, это вопрос. Скейт пока так же не могут зацепиться. Показать какую-то игру Эндпоинт. Где-то все-таки не доигрывают в определенный момент. Но при этом сейчас экономическую составляющую немножко подровняли. Попытка сыграть на лонг. Болгар делают именно ставку на эту приемку. Ну, здесь просто тир. Для игроков команды Скейт. Выходит один погибает. Дальше Матимакс не отпускает. А Робин успел погибнуть. Это 3 в 5. Ну, вот было бы подкрепление. Первый Кевлар киневать. Было бы уже хорошо. А так Хаешка первого забирает. Томас уже остался без головы. Попадание было неплохое. Дальше попытка отойти не получается. Спелл он четкая голова. Крушел падает. И остается один только лишь Томас. А, Томас не один. Но вместе с Урилом. Что-то еще и разрулить можно. Ну, очень грамотно двигается Болгар. Как же он разводит. Просто байзит своего оппонента. Находит минус трипл килл. И Сурил сейчас, конечно, станет сюрпризом. Минус свой оформляет. Ситуация один на один. Бомба до сих пор на детской площадке. Она находится очень далеко. И для Денислова это целая головная боль. Куда? Как? Зачем? Через какую позицию пойдет игрок атаки? Это, конечно, сейчас будет его гложить. Так, поры до времени. Пока не сможет Сурил определиться с тем, куда ему правда выходить. Попытка сейчас будет от защиты, видимо, работа на инициативе. Да. Начинает свой поджим. Денислов уходит очень близко. Сурил сейчас может просто не уйти. Какой тайминг? Какой тайминг? Сурил просто из-под носа уносит и бомбу. Сам уходит. Денислов сейчас подберет девайсы. Это, конечно, крайне необходимо. А теперь должен понимать, куда пойдет игрок. Догадываться ли, что это точка Б? Это вопрос. Китов нет. Армора нет. Молота. Вот все, что есть на руках. Да. Успевает отойти. 9 секунд на таймере. Пошел в рейв. Попытка. Бомба установлена. 34% здоровья. Сурил успевает ускользнуть. Работает за смачком. Денислов не читает позицию его оппонента. Начинает обходить за столбом. Попытки его вычислить. Начинает водить хороводы. И Сурил по итогу просто уходит в шорт. Здравствуйте. Все, это раунд. Определенно для игрока атаки. Денислов потерял свое счастье. Упустил его. Да, есть молик. Есть молик. Это хорошо. Попытка дергать. Времени все меньше и меньше. И его больше нет. Его просто больше нет. Сурил выигрывает раунд просто тем самым, что не умер после того, как бомбу поставил. И игрок команды Скейт просто провалился. И еще и погиб. Пока 47 в следующем раунде не будет. Это 3-4. И команда Тиммэн Флойд с горем пополам. Но все-таки уходит для себя вперед. Ставится пауза. И ставится пауза. И ставится пауза. И где-то все-таки они где-то недоигрывают. Где-то команда Endpoint все-таки лучше своих оппонентов. Но те самые 50 на 50 чувствуются. То есть здесь нет никакого фаворита. И как вообще сложится по итогу эта игра тоже непонятно. То ли игроки команды Endpoint в один момент перехватят полную инициативу и задавятся их визави. Либо же все-таки Скейт успеет вовремя переслазиться. Пока обороны складываются на самом деле не очень. Endpoint впереди. Забирает для себя 5-й, забирает 6-й. И понимаем, что это как по накатанной может продолжаться бесконечно. Если Скейт сейчас заберут и сравняют счет, то экономику могут хотя бы подравнять. Сейчас она у них в подвешенном состоянии за счет того, что отсутствует серия и как таковой трамплин, которому можно отталкиваться. Быстрый выход. Endpoint. Во-первых, в парах несутся. Встреча. Рейнвокер прогирует переслелку. Дальше сброс до первой передачи. Немножко решили захалдиться. Но нет. Прокинули хаешку. Открытие. Флешка великолепна. Рокинг-байндер. Раф находит размен. Но Томас также здесь успевает поработать. И остается Денисов исполнен вдвоем против четверых. Точка занята. Снайперская винтовка на ретейк не выйдет. И Эмка также уносится на сейв 5-й для Endpoint прямо сейчас. Я, наверное, забегу очень сильно вперед. Если я скажу, что во второй половине такая же ситуация может быть и у команды Endpoint, когда они будут, наверное, больше бездействовать в защите. Когда команда Skate также на плюсовой будет залетать на точку и ставить бомбу. И при этом ничего не давать делать противникам. Такая ситуация может быть. Здесь может быть идентично, что первая, что вторая половина. Здесь, наверное, вопрос больше, кто выиграет ключевые раунды. Пистолеты, возможно, против девайсных раундов кто-то потащит. Возможно, где-то смогут выиграть ситуации 2 в 2, 1 в 2. То есть вот эти клач, ситуации, моменты, которые по итогу выльются в одну большую картину. Это пазлы, которые потом сложатся. Поначалу качели будут продолжаться. Засейвили снайперскую раунтовку, засейвили Эмку. Подкрепления от какого-то полноценного нет. Если бы это было 3 девайса, возможно, закупились бы ФАМОС и МПшки с гранатами. Это все выглядело бы неплохо. Сейчас же все-таки делают упор на раунд под номером 10. Уже непосредственно от него будут отталкиваться. Сейчас же решили все-таки разыграть вот те самые пистолеты и снайперскую раунтовку с девайсом. От которых попробуют сейчас построить свою оборону. Причем играют больше в сторону точки Б. Там и монстр пытались уже запушить. Причем его поражали очень серьезно. Но с правилами пройти не смогли. И Сурил все-таки погибает. Есть первый интрифраг. Дальше разумеет бы накрушил красный. Благо на руках АВП, который нивелирует процент здоровья. И уже работать становится как бы там ни было со мной попроще. Не робин. Находит размен. Женвокер падает. Спалом при этом еще и красный. 5% здоровья. Здесь ситуация, наверное, 50 на 50 прямо сейчас. Единственное, что... Рафу находит минус. Дальше спалом. Он мог бы найти фраг, но он забирает крушил, который был красный. Бомба падает. Но сам погибает. Ситуация в меньшинстве. Как бы там ни было бомба на руках, а дальше пошла перетяжка. Скейт пока распределяется. 2 плюс 1. Оставляя все точки под контролем. Инпоинт имеет даже раскидку для выхода. И самочек есть один молотов. Начинает двигаться. 25 секунд на таймере. Нужно уже как-то поторопиться. При этом осознают, что где-то в упорных позициях могут быть их оппоненты. И Рафу сейчас только лишь услышав своих визави, должен отсюда вот уходить. Аккуратненько. Начинает смещаться по деревяху. Тягивает к себе уже двух игроков. Смачок. Попытка сейчас будет ставить бомбу. 8 секунд на таймере. Открытие. Матимакс. Прикрытие. Нет, он сам погибает. Он бомбу поставил. Но Рафу и первый, второй минус все-таки оформляет. Четвертый для команды скейт. Вот пистолеты плюс девайс в виде снаперской винтовки. И одна М, которая выигрывает раунд. Снова не получается винпоинт. Хотя раунд вроде как и должен был уходить его к пользу. Нет. Скейт здесь все-таки оказались на шаг впереди своих оппонентов. И за счет этого забрали для себя еще один. Интересно. Интересно. И игра начинает обретать и играть новыми красками. То есть появляется новый момент азар. Определенно. Как бы там ни было. И затища. Очень медленно Тимонпоинт. Решили разыграть раунд под номером 10. И душно. Непринужденно. Но при этом легко хотят по-другому разыграть. То есть больше подготовка по позициям. Попытка дождаться агрессии от скейт. Таковую. Но сейчас они выбрали формат защиты. Когда не оставляют 3 игрока по точке B. И на раннем тайминге. И на среднем. И только лишь на подиум. Дальше начинает свое перестроение. Смотрим за спеллоном. Пока играет достаточно интересно. Вынужден чекать 2 позиции. Но пропускает. Банан. Приделенно точно. И Матимакс с нему не готов. Принесеть. Дальше попытка отойти. АЕшку. Хорошо. Выигрывает время. Денислав. Также подключается уже дальше. С туалетов. Находит фраг. Спеллона до тех пор жив. Уже припойером работает. Демеш, конечно, вливает. Но Крушелла забрать не смог. Тот с ним расправляется. Это минус. Вон у одного игрока. И Крушелл красный. Это точно минус. И скейт. Готов выходить на пятый. 30 секунд на тайминге. Не так много времени. Будет ли уход на точку B? Скорее нет, чем да. Будет все-таки доигрывать именно Аплэнд. Где на приемке сейчас находятся игроки. Это снайперская винтовка. И один игрок на команде. Рокинг при этом играет антифлэш. Он взлетает. Дальше он уже включается. Здесь минус. Шул падает. Размен. А его нет. Денислава все-таки сожгли. Рафу фраг. Томас на размине. И это ситуация не в два. Томас. Хорошо проверил. Но дальше Рокинг уже на опережение. На инициативе играет. Выходя сам. Просто перестреливает своего оппонента. Это 5-5. И счет становится вновь равным. Кто фаворит? Фаворитом в этой встрече выделялась команда скейт. С небольшим перевесом. Там буквально в две десятых. В две сотых. Даже наверное по мнению букмекера. Но так такового. Наверное здесь его нет. Это 50 на 50 чистой воды. Антпоинт. Правда проиграв предыдущий. Остаются без денег. Это уже точно удар. И сейчас с помощью не дефолтных пистолетов. С минимумом по раскидке смогут. И смогут. А попробуют хотя бы разыграть этот раунд. Хотя шансов на самом деле не так уж и много. Свою перетяжку начинают игроки команды атаки. Выходят через туалеты. Робин вместе с темэтами будет пробовать скрывать оборону. Денислав на приемке. Это очень-очень уверенно. Снайперская винтовка. Есть минус. Дальше попытка задавить. Денислав два фрага. Спеллен третий. Денислав до сих пор жив. 20% здоровья. Еще одна флешка. Открытие. Рокинг уже помогает. Заходит фраг. Денислав трипл килл. Безакуаризненно. Без вопросов. Закрывают. Команды депоинт по точкам. Хотя я рад это видеть. И готов их похвалить за тот момент, что они не бездумно на экономическом начинают шататься по карте. То есть есть команды, которые экономически воспринимают как просто раут, который нужно слить. Они начинают разбредаться. Там попробуют пикнуть. Здесь попробуют найти минус. И вот такими темпами раз за разом нет никакой идеи. Здесь идея была. Да, она провалилась. Да, не получилось. Но с другой стороны, то есть хотя бы есть задатки того, что все-таки это могло бы получиться. Хотя бы поставили бы бомбу. Да, но здесь просто Денисов хорошо сыграл. Томас находит минус. Раф на размене. Попытка давить дальше мидл очень быстро. Спелл начинает попробовать сдавить. Он здесь разрывается. Открытие. Минус. Но даже один фраг и его, наверное, позиции. Это уже плюс. Дальше попытается раф как-то исправить ситуацию. Начинает топить. Дэмидж вносит. Но минусы не оформляет. Дверь была открыта. То есть все-таки там был большой зазорчик. Самый дырочек, через который пытался рассмотреть отверстие. Вот. И Мэти Макс вместе с Куршелом остаются вдвоем. Открытие. Снова все той же позиции рокинг. Его могут не проверить. Факт хорошее. Но его проверяют. Он постфактумом уже так не ехать. И при этом он еще и минус успел дать. Мэти Макс дальше на размене. За Рафу. Флэш какая-то непнятная залетает. При этом он сам под нее открыться не смог. Был в блайнде. Мэти Макс устанавливает бомбу. И теперь один в два. В прошлый раз он провалился. Определенно. Здесь минус все-таки оформляет. Денис Лофа. Адает. Ситуация один на один. И Рафу ее тащат. Шесть. Стой. А он же и седьмой раунд для команды скейт. Интпоинт. И здесь все-таки не успевают сыграть. Вот об этом я и говорил. Вот такие ключевые ситуации. Такие раунды они будут, наверное, определять. Итог. Исход события. То, как это будет выглядеть. И это может случиться. Если команда Endpoint прямо сейчас не включится, скейт могут еще и оторваться в первой половине. И поставили паузу. Решили обсудить. Что, возможно, не получается. Именно команде Endpoint нужно этот момент сейчас уяснить. У скейт вроде как все хорошо. Не так уж все и печально. Экономика какая-никакая, но присутствует. Задел на будущее по 7500, 6500 имеет. Сейчас перезакупится, правда, по 5000. Но все равно по 2000 долларов на счету. Для того, чтобы, если что, перезакупить в следующем. У них присутствовать будет. У команды Endpoint бай присутствует. За счет луз-бонуса уже отданной серии. Закупаться игроки атаки могут. Плюс ко всему, если ставится бомба, то здесь еще и бай с гранатами. Но это долго продолжаться все равно не может. Тут нужно исправлять ситуацию. И все-таки забирать. И Данислав вылетает. Ждем. Ждем возвращения игрока. И после этого продолжаем просмотр. Пока можете немножко отвлечься, размяться. Все-таки сидеть столько времени за просмотром игры. Это прекрасно. Это хорошо. Вы в компании Майнкаста. Поэтому определенно вам за это лайк. Но нужно все равно как-то немножко отвлекаться. Разминаться. Поэтому ждем. Большой отдых. Буквально, я думаю, что пару минут. И у нас игрок вернется на сервер. Мы продолжим смотреть. Счет 7-5. Дальше выход на оба девайсных. Вот кто победит в этом раунде. Это, наверное, и станет предопределяющим моментом. Если скейт забирает для себя восьмой. То победа в первой половине. Дальше выход на девятый, скорее всего. Потому что этот поинт может и денег не будет. Но если нет, то дефолтная равная половина. С разрывом в один между коллективами. И заруба уже продолжится во втором сайте. Ждем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Надеемся, техническим перерывом мы больше не вернемся. Игра продолжается. Все вернулись на сервер. И скейт у нас проводит очередной девайс на раунд. Как и инпоинт. Вот как он сложится. Для кого какую пользу пока непонятно. Но начало неплохое именно для команды скейт. Наши не первый интерфраг. Дальше Робин. Сейчас можно найти размен. Да, Денислав не успел посмотреть на своего оппонента. Спелл. Правда, в этот момент начинает поджим с короткого. Забирает Мэти Макса. То есть позиции по точке Б полностью выбили. Но не отпускает спелл. Он тут не успевает отойти. Его забирает Ренвокер. Красный. Три в три. Команды Инпоинт все-таки находятся в преимуществе. Как бы там ни было. На них складывается сейчас ситуация куда лучше. Ох, еще и Ренвокера подловили. Хороший прострел. Он был красный. Буквально пули хватило для того, чтобы его здесь забрать. Смочек положили. Дальше игра против Банана. Здесь все-таки на контроле Рокинг находится. Но играет под 45 градусов. Здесь он может оппонента увидеть куда раньше. Бомба ставится. Его не проверяет. Сейчас может быть выход. Но его не последовало. Он пытается отмораживаться. Но пропускает игрока в туалетах. По итогу сам погибает. И теперь же ситуация. Один в три. Рафу находит минус. Сурил забрал. Ну, один в два. Робина, скорее всего, здесь, если даже и проверит. Дальше игрок должен сыграть на размине. И один в три. Ну, не потащит. Нет, не читает. Не читает позицию Рокинг. Робина. То есть, в последний момент его решил все-таки проверить. Но и сам по итогу и погибает. Шестой для команды Инпоинт справляются. Скейт имеет возможность перезакупиться. Как я говорил ранее. Да, бай будет не самый лучший. Но, в свою очередь, все-таки может привести к хорошему завершению первой половины. Остается два раунда. И для команды Скейт он предопределяющий. Смогут ли они забрать для себя восьмой. Или уже все-таки 8-7 будет для команды Тим Инпоинт. Вопрос хороший. Причем и у тех экономика на следующий раунд уже не будет полноценной. И попытка сыграть в два века. В самый последний момент решили выбрать именно такой. Такую модель обороны. Две хаешки. Хорошие, сочные. Рокинг чудом остается уже в живых. Была бы еще третья. Похоронили бы. Это уже был бы первый интерфраг против Денислова Молотова. Прогоняет его с позиции мидла. Не дается ему контролировать шарики. Дальше в смачок. И Индпоинт начинает планомерно занятие и выбивание позиции защиты. Загоняя их уже непосредственно отыгрывать от сайта. Подсадились. Проверили туалеты. Рынвокер. Нестандартная такая позиция. Но опять же, походу, он здесь останется и без работы. По-видимому, игроки команды из Англии все-таки намерены выходить на точку А. Прилетают гранаты ответные. Попытка здесь как-то какой-то демож найти. Денислов ошибается. Попытка пиквы второй раз. И Сурил его отсюда никуда не отпускает. Но снайпер не сыграл. Не сыграл. Причем два ВП на приемке точка А. Денислова... Ой, то есть Пеллент Плентин. Он также ошибается. Его проходит очень-очень быстро. И позиции по точке А полностью отданы на рейтейк. Выходить нет никого смысла. Скейт это прекрасно понимает. Просто ходит на сейф-девайсов для того, чтобы в следующем раунде сыграть хоть чем-нибудь. А две МК и МПшка. Это, конечно, очень существенно. Но вот два дорогостоящих девайса в виде снайперских винтовок у Денислова испала, но уже не будут. Поэтому здесь за это точно минус. Снайперская винтовка. При этом МК будет сохранена. 7-7 становится счет. Команда по атаке все-таки выруливает. Выруливает и выходит для себя на паритет по счету. 50 на 50 абсолютно точно. Пока игра обретает, наверное, начинает играть новыми красками. С другой стороны, выделить какого-то фаворита на данный момент невозможно. Как будет вставить дела у защиты, непонятно. С другой стороны, все-таки, можно сейчас предположить, что эндпоинт должны будут выйти победителям. За счет того, что будут дальше проводить вторую половину за сильную сторону. Первую они не провалили в атаке, показали уровень. Но, опять же, это может быть все не так. У тех же самых болгар может быть какой-то пул по раундам, который принесет им хороший буст. Сноубол в начале второй половины. И они за счет этого смогут дальше цепляться и продолжать изничтожать. Будет ли это так? Посмотрим. 15-й. Важный раунд для одних и для вторых игроков. Хотя большого преимущества, по факту, он не даст. Но приятный бонус в виде одного раунда все-таки будет. Есть попадание. Данислав покрушил, конечно, зарядил. Дальше моментально отваливается. Сурил не пропускает игрока в метро. Сполн здесь с Рафу не сыграет вместе, хотя заготовкой была. Мачок прилетает. Попытка отойти. Рафу красный. Из рук вон плохо все складывается для команды скейт. В 15-м. За оборону двух игроков уже потеряли. Размен до сих пор не получен. Еще и Рафу красный. И эндпоинт. Такими темпами все-таки здесь уже начинают поддавливать. И, наверное, уже почти сдавили своих визави. В последнем раунде. Хотя еще и не до конца. Начинают перестроение. Не спешат. Сделали минусы. Да, преимущество 5 в 3. Но не летят сломя голову. Пытаются сыграть на уверенности. Вот на выверенности. Определенные гранаты тратятся по назначению. В ожидании того, что все-таки скейт где-то могут начать поджимать. И для них это будет оптимальным решением. Потому что они находятся в меньшинстве сборной формации. Необходим. Попытка зайти. Все три игрока на точке. Ну и смотрим за приемки. Флешка. Рокинг. Есть фраг. Дальше. Рой инвокер также находит минус. Томас падает. 3 в 3. Уже неплохо. Но дальше нужно справляться. Рокинг. Еще один минус. Сырил на размене. Это 2-2. Рафу. Рокинг вдвоем. Сырил и крушил. Крушил при этом еще и каленый. И нужно проверить. Как-то позицию первого. Рокинг. Великолепная позиция на двойном. И он все-таки после гибели своего тиммейта справляется. Это 3 в 5. И команда скейт выкручивается из этой ситуации. 8-7. Победа в первой половине именно для них. Кто бы мог подумать. Тинпоинт делали все правильно. Играли аккуратно. Гранаты использовали. Выходили. Но вот ответные флешки и стрельба команды из Болгарии принесла им определенный успех. Ждем начала второй половины. Если подытожить, то пока нравится, как играют коллективы. Ни один и ни второй не готовы уступать ни в коем случае. И, конечно, зависит все будет от пистолетки. Для команды скейт это укрепление. 9-10-11 возможно. Для команды Тинпоинт это выход на паритет. И дальше укрепление хотя бы на один раунд вперед. Что могло бы им принести. Болгары показали неплохую оборону. Да, не без ошибок, как бы там ни было. Но в любом случае забрать 8 это хорошо. Тинпоинт не провалили атаку с другой стороны. Показали тоже пулл по раунду. Причем преимущественно больше точку А. Хорошие раскидки. Но как таковую оборону они не качали. То есть вот больше какая-то игра больше от дефолта. В свою очередь какой-то, наверное, грамотные именно атаки, которые хотелось бы видеть, они не показали. Здесь больше отыгровка была от того, что где-то находили минус. Тут как-то миксовали. Игра от скилла и плюс тактическая подкованность. У команды Эндпоинт в обороне неизвестно, как будет выглядеть вообще. Как они будут справляться в данной ситуации. Немножко пауза задерживается. Вообще для ЕСи Энделл это немножко такой момент, который не является стандартным. Здесь быстро начинаются половины. Команды готовы. Да, и прямо сейчас, под мои слова, мы готовы с вами продолжать. Второй пистолет на раунд стартует. Давайте смотреть. Эндпоинт в обороне с кейт атакует. Смотрим за закупом от коллективов. Что здесь по итогу они приобретают. Эндпоинт. Видим трех кевлара. Должен быть набор щипцов и гранаты. У Майти Макса, да, это две флешки. И Робин также легкий армор должен для себя приобрести. Дальше будет уходить на приемку точки. Робин. Да, приобретает. И у скейта ответка такая же. Четыре легких армора и, по-моему, всего прочего, две флешки и самочок. Выходит быстро в сторону точки Б. Здесь на приемке сейчас четыре оппонента. Дефолтная расстановка для пистолетного раунда для обороны. Определенный точный вопрос только лишь в стрельбе. Сохватит ли ее для того, чтобы здесь всех пройти. И ссорил играть на стрие. На стрие обороны. При приемке будет сразу же отыгрывать. Рокинг готовит раскидку гранат. Смачок уже полетел. Сейчас еще одна флешка и на вторую будет открываться. Первая пошла. И после этого начинают зажимать своих оппонентов. Давайте смотреть. Четыре. Пять при приемке. Проходит первого. Робин падает. Размен бы найти. Но нет. Томас падает следом. Дальше Матимакс подключается. Находит Минус. Ссорил также поработал. Три в три. Неплохо. Крушил. Подключение. Спеллана увольняет. Ренвокера Рокинг вдвоем. Попытания по голове есть. Шорта игрока еще до сих пор не прошли. Рокинг успевает его обойти. Затыкал. Буквально Ссорил. Ошибается. Ошибается Матимакс. И Крушил последний. Тот самый игрок, который пришел на холпу. Нашел фраг. Снайпер команды остается красным после первой же перестрелки. Теперь уже идем в два. Если бы забрал Ренвокера, уже было бы попроще. А так теперь отыкровка будет от пассальной бомбы. Уходят очень на глубокие позиции игроки команды атаки. Даже если одного игрока найдет, то второго, скорее всего, пройти не получится. Киты где-то находятся в сайте. Их еще нужно подобрать на это. Нужно потратить определенное количество времени. Двигается он на шефте для того, чтобы не выдать свое местоположение. Рокинг здесь будет первый. Увидел. Победил. Девятый для команды скейт. Перезакупились. Я говорил об этом, что здесь для скейта может быть победа в пистолетке. Это 10-11 раунд тоже определенно может быть. И мы сейчас это прекрасно видим. Потому что команда эндпоинт, в свою же очередь, это 4 дигла. И скаут, от которых сейчас попробуют сыграть. Сурил уже погибает. Дальше выход. Не задумываясь на точку. АЕшка. Неплохая по двум оппонентам. Рейнвокер, Денисов, полтиннику потеряли почти в этом моменте. Дальше еще одна флешка. И немножко решили все-таки отойти. Скейт сбавили. Много темп своей атаки. Дождаются приходы всех своих тиммейтов. После этого будут уже додавливать. 4 в 5. И нужно подключение от Крушел определенно. У него снайперская ментовка в виде скаута. Два игрока половинчатых могут ходить минусом. АТ-Макс двигается. Находит нужный раунд. Мойкер падает. Дальше ответный залетает по голове все-таки. Патрончики. Но пока опять же без минуса Крушел. Есть попадание. Мойкер до сих пор жив. И вот все. Позиционный атак. Позиционная защита от игроков команды Тимонпоинт. Они причем ее выигрывают сейчас. После того, как скейт хоть и вышли быстро на точку. Уходят отсюда уже все каленые. Раф единственный, кто с соткой остался. Причем игрока сейчас пройдут. Находит минус. Робин его забирает. Денислав. Размен. Дальше опять гибель. И игроки команды Тимонпоинт остаются втроем. Рафу с Пелом вдвоем. В этом отношении бомба до сих пор находится под точкой В. Если так посмотреть на позиционку ее, она в метро. Она отсюда недалеко-то и не ушла. В этот момент не шинает проход. И вот сейчас попробуют сыграть от Раф. Он уже успел пострадать. Минус находит спел. Он подловил сейчас Мэйти Макса. Дальше выходит на точку. Томас моментально его анигилирует. Не пропускает на позицию. 16 секунд на таймере. Времени просто банально не хватит для того, чтобы установить бомбу. И команды Тимонпоинт забирает ответный раунд после проигранных пистолетов. Качели. День качелей. Первая половина здесь. Первая половина в предыдущей игре. И вторая. И здесь продолжение этого, наверное, фееричного шоу в исполнении команды с Болгарией и Англией. Пока непонятно, кто из них все-таки выйдет на дистанцию лучше. Раф сохранил. Галилл. Это хороший плюс. Флешку для себя может перебрести. Дальше его тиммейты будут вынуждены закупаться. На следующий раунд бай все равно присутствовать не будет. Мы это видим по их экономике. И попытка сейчас будет отыграть от того, что имеется на руках. А это два дегламок. Десятый тэк-9. И Галилл в руках у Раф. Давайте посмотрим на ваш актив. Плюсик. Давайте за команду скейт. Равно за команду Эдпоинт. Посмотрим, как чатик разделится на два лагеря. Кто как считает. Кто победит. Ну и не забывайте. Социальные сети Майнкаста. Твиттер. Инстаграм. ВК группа. Телеграм канал обязательно. Поэтому приходите. Подписывайтесь. Вам же это будет больше в плюс, чем в минус. Вы все прекрасно осознаете. Крушел. Минус есть. Робин дальше должен дорабатывать. Попускает игрока на вазон. Есть минус. Робин Крушел. Безукоризненно. Великолепная игра. Именно вот. От Крушел в этом моменте. Снайпер отрабатывает на пять с плюсом. Два минуса. Третьего с пистолета дорабатывает. Сполн последний. Открытие. Томас без шансов. 9-9. И попытка выйти даже еще и на десятый. Потому что скейт экономики на следующий раунд просто не присутствует. 11 я говорил, что команда скейт заберет. Но это в случае, если бы команда Тимэндпоинт проиграла, наверное, один из ключевых раундов после проигранной пистолетки. Но нет. Все здесь немножко начинает скадываться не в их пользу. Не в пользу команды скейт, естественно. Теперь уже Эндпоинт готов выходить дальше и вперед. И будем отталкиваться уже от девайсных раундов, которые последуют. Потому что Эндпоинт, в свою же очередь, за счет выигранных вот этих качелей. И выигранной экономической составляющей сейчас на карте. Все-таки находится в пылю. Тихоешка великолепная. Сурил стилет четверых оппонентов. Без шансов врубается и расправляется с ними. И остается забрать только лишь Денислова. И это будет первый эйс в этом сезоне. Месси Эмдэл. Получится ли забрать Денислова? Оставляет ему. Да, пытается. Пытается. Уже летит на всех парах. Сурил. Есть. Первый эйс в сезоне 34-м. Месси Эмдэлэверовского дивизиона все-таки состоялся. Да, это антиэкономический. Понятное дело, что там были глаки. Но с другой стороны, все равно 5 фрагов на одного человека. С фармилки. И просто миллион денег в его карман. Сейчас он ее перезакупать не будет. Не будет отталкиваться от того, что имеется на руках. Это снайперская винтовка. К-47. Две эмпахи. И М-очка. У скейджа появляется полноценный бай. Без АВП. Но с четырьмя. Даже пять автоматическими девайсами. Полноценными молотов. Уходят дальше. Рокинг флэш очка. Есть минус. Робин работает первым номером. Четыре в четыре. Но скейты очень серьезно потрепались. Команда Endpoint, конечно, здесь потрепала изначально. Очень серьезный дэмэдж нанесли. Денислав. 40% здорового. Рокинг 20%. Ну и начинает потихоньку свою перетяжку. Опять же, перестроение раз за разом для болгар складывается наилучшим образом. Endpoint уже больше играет какой-то дефолт в этом отношении. Просматривая за этим моментом. Дальше стягиваются сюда же игроки обороны. Сейчас одна хаешка. Может похоронить просто двух оппонентов сразу. Она прилетает. Неприятно. Денислав нет. Все-таки она залетела чуть дальше, чем оппоненты выходящие. Но заход на точку Б. На приемке. Матимакс. Отрабатывает с полна. Тот падает. Дальше уходит на воду. Игрока на бочках не прошли. Шорт уже работает. Дальше берет. Врусикрант. Проваливает. Соринбот. Срудоразменен. Но Сорилл также страхует. Находит минус. И рокинг. Последний один против двоих. Открытие. Гибель. И подаренный АК-47. 11-9. Команда Endpoint. И здесь вырывает победу Ускейт. Тем самым отправляя их еще на один экономический. И, возможно, заберут для себя еще и 12-й. Не дефолтные пистолеты. Подкрепление с гранатами. Попытка выйти и выполнить задачу минимум на установку бомбы. Спеллана пропускают. Да, немножко, конечно, мы пощекотали спину. Но дальше хорошая раскидка. Модировка прям очень плотная. Ответный гранат залетает. Сорилл находит минус. Но он красный. Но Майтимакс находит минус. Ринвокер Денисов на размине 3 в 3. А это уже заявочка. Определенно точно. Хаешка в сайт. Но не попадает она по ринвокеру. Могли бы его подорвать. Но залетела она немного в другом направлении. Дальше установка бомбы. Спеллана чекает буст. Периодически. Но здесь пошел буст уже чуть позже. Не по таймингу. Пропускает Робин игрока. Все-таки по деревянам. Вот он. Зато минус находит. Ринвокер снова на размине. 2 в 2. Есть трофей на АК-47. Открытие. Робина увидели. Минус не делает. Круша падает. Денисов топит. И оформляет. Два прага. Болгар. Ну это просто бешеная игра от него. Снайперская винтовка, конечно, не дотянулся. Но раунд с пистолетами. С хорошими гранатами. Команда Скейт все-таки выигрывает. А следовательно выходит для себя на десятый. Сокращает дистанцию до минимума. И если не обрушилась сейчас экономика команды Endpoint полностью. То, наверное, все-таки где-то приближается к тому моменту. Когда они смогут спокойно отыгрывать для себя раунды. И для них эта экономика будет ничего не значить. Поставили даже паузу игроки команды Endpoint. Но определенно стоит как-то прийти в себя. Очень неприятный инцидент для них. Во второй половине. Осознавая, что играть против пистолетов. И готовы выходить на целую серию. Там три раунда. Разрыв между коллективами. Экономику немножко подлатали бы себе в плюс. Сейчас же за счет этого раунда Скейт готовы сравнивать счеты. И теперь уже и сами перехватываем инициативу. Выходя при этом для себя в положительный счет. Открытие легко и просто. Матимакс не отпускает. На инициативу играли по точке Б. Пытались поджимать короткий вновь и вновь. Или хотя бы занимать просто болото. Но и здесь играть через этот не получилось. Скейт были готовы. Очень уверены. Все прекрасно они понимали, когда открывались на эту позицию. Дальше перетяжка. Скейт 4 в 5. Готовы выходить на Б-плэнд. На приемке только лишь два игрока. Третий скейт стягивается прямо сейчас. При этом все-таки Крушел будет заходить со стороны метро. Но он находится очень далеко. Хаешка не под значением. Открытие. Сурила. Очень быстро проходит. Но минус-то делает. Но дальше Томас не помогает своему тиммейту. Отваливается следующим номером. Остается еще один игрок на точке Б. Но его готовы давить. Его не допроверили. И он находит минус. Но дальше спеллн все равно на размене. И Крушел, как бы там ни было, остается один. Против троих. Ринвокер спеллн. 8-10% здоровья. Но это не важно. Это абсолютно все не важно. Несмотря на то, что они красные. Раунд под номером 11 все равно уйдет в сторону Болгал. Крушел может попробовать разыграть ситуацию. На позиции неизвестны. Китов на руках не присутствует. Гранат таковых нет. И просто это уход на сейв. Прекрасно все осознавая, что следующий придется проводить экономический. Вариантов других и не остается. Спеллн. Она, конечно, может и экзотфраги на статистику как-то поработать. Это, конечно, определенно. Но даже здесь чудовищный промах. И спеллн его, конечно, за это не прощает. Еще и его посейвит. 11-11. И снова паузы. Опять же команды совещаются, обсуждают, что к чему. Что пошло не так? Что произошло? Неха. Что сейчас стоит наблюдать? Что стоит ожидать? От коллектива. Main point. Наверное, здесь все-таки стоит сейчас степениться. Сыграть дисциплинированно. Пистолеты. Выпустить скейт все-таки на 12-й. Здесь без этого никуда. Ну или хотя бы попытаться как-то им нарушить. Порушить экономику. Где-то вот как раз таки выбить ключевые девайсы. Но взятие речи почти не идет. Это 5 USP Tactical. Определенно точно могут, опять же, где-то подпортить только лишь экономическую составляющую. Где-то сыграть на удивление. Флешка. Хорошая. Прикрытие нет. Сполн падает. Дальше нужно продолжать давить. В этот момент выход. Уже через вон. Сороки. Кейс минус. Крушил на размине. Дальше уже 600 долларов дополнительных находит. Это приятно. Но Раф в спине. Находит первый минус. Стоит с красного. Тимакс. Как же Endpoint их здесь потрепали. 5 USP Tactical. Экономические. Ситуация-то 2 в 2 была. Молотов. Дальше бомбу установили. Но, естественно, Мэти Макс просто уходит на сейф с его АК срок 7. Но при этом 3 девайса выбили с голыми USP. И это великолепно. Очень серьезно команда Skate здесь, конечно, встряла. По экономике. И команде Endpoint там хватит еще буквально 1-2 раунда в крят для того, чтобы обрушить снова экономическую составляющую. И дальше выйти на себя, для себя в плюс. И продолжить давить. То есть здесь может быть еще и перехват инициативы. Правда, Мэти Макс вместо того, чтобы сейфить, выходит на 9. Ринвокер. Готов ли? Да. В последний момент разворачивается. И минус его оформляет. 12 для Skate. Девайса не будет. Но при этом 3 выбитых девайса, как итог, мы можем записать в протокол. И даже сейчас у Endpoint возникают проблемы. Приходится делать упор на киты и гранаты. Это определенно верное решение. Ошибка с Молотовым. Но мы видим, что у Мэти Макса появляется МПХ. Это не проблема. Я согласен, что в его исполнении, в его позиции это прям даже хорошо. Но сработает ли это сейчас, как это было до этого, вопрос остается открытым до тех пор, пока мы не увидим ее реализации. Рокинг. Уже в первой перестрелке прострелы залетели, но несущественные. Денислава в этот момент начинает все-таки свое открытие. Пока контроля против него какого-то нет. Существенного это 2 плюс 3 простановки. Сила барона сейчас по точке Б, в принципе, по плентам. Ну вот Мэти Макс. На приемке. Денислава сейчас вырубят. Это хорошо. Ну вырубает твой тугураф. Дальше нужно отходить. Хаешка. Не похоронная. Есть размен от Рокинга. 4 в 4 при заходе дальше. Денислав красный до сих пор. Еще одна флешка. Молотов стягивается. Выигрывается максимальное количество времени. Уже почти все игроки команды Эндпоинт находятся на сайте. Скейт снова начинает вот это лавировать. Снова зашли на точку. Сделали минус. Дальше пострадали. Начинают ходить. И Эндпоинт сейчас просто начнут пикать их по одному. Сурила. Не выкурили спелом. По итогу падает. Падает и Рокинг. Денислав здесь сыграл подразмен. Но это меньшинство. Бомба забирается. Крушел начинает приходить на хелпу в этот момент. И Скейт просто захлебнулись. И со своей атакой. Единственное, что наверное может как-то Денислав здесь исправить ситуацию. Он работает на инициативе. Снайпер отрабатывает первым. Но Крушел в этот момент находит минус. Попытка установить бомбы. Ставит ее дефолт. Не дефолт. Но как раз таки. Но Робин видел. Видел снайперскую ментовку торчащую. Поэтому просто зашился оппонент. 12-12. И счет вновь равный. Скейт имеет возможность закупиться. Деньги присутствуют. Хоть и неполноценные у всего коллектива. А Endpoints в свою очередь также готовы приступить к еще одному девайсному раунду. Тотал уже пробили коллектива. Определенно точно мы это видим. Дальше начинает свою перетяжку. Заходит в метро. Рокинг. При этом контролирует пока что позицию короткого. Игроки команды Endpoint здесь уже играют плюс-минус уверенней. Но я имею ввиду, что они больше не рискуют. И это становится сейчас проблемой для них. Потому что Денисов открывается без проблем. Перестреливает первого игрока. Тот падает. Денег у команды Endpoint нет. Это ключевой. Ключевой для защиты. Определенно. Там два дальше экономических. Томас также не справляется. Падает Мэти Макс. И все. На этом раунд заканчивается. 13-12. Команда Скейт. Легко, просто, непринужденно, выйдя на точку, найдя для себя первый интерфраг, зацепили за второго игрока. А третий просто уже как постфактум начал падать. Потому что у него хелпа никакой не было. И на него было направлено чуть ли не все стволы коллектива атаки. Выигрывает раунд. Отправляя снайперскую винтовку и М-ку сейвить. А следовательно выходит для себя уже на определенно хороший счет. Который мы сможем с вами прямо сейчас и наблюдать. Теоретически могут выйти на 14-й. Команда Скейт. Но я уже несколько раз забегал вперед и каждый раз где-то ошибался. Поэтому здесь прогнозировать что-либо, наверное, больше не стоит. И сосредоточиться, наверное, на том, как будет складываться ситуация на карте. Тиммэндпоинт сейчас в свою же очередь могут выиграть раунд с этим АВиком и М-кой. Если грамотно будут ими распоряжаться. Если снайпер найдет первый, второй, третий минус. То есть сыграет именно от него. То да. Если нет, то, скорее всего, их просто задавит. Овертайм мы в этой игре также не исключены. Причем, я бы сказал, на 100%. Открытие. На короткий. Попытка забрать. Снайпер не попадает. При этом дальше его не давит. Крушел. Мэйти Макс фигбайт зато крушал. Отсюда уходит. Чудом живых. Сейчас 4% здоровья. Его отпускают. Хотя здесь против него было 3 оппонента. Но он успел вовремя отсюда отойти. Рокинг, правда, тоже красный 3%. Но он все-таки в строю. И у него в руках АК-47. В сужочере и дальше скейт не торопится. Хотя нет. До времени. Просто расстреляет гранаты. Открытие. Снайпер вырубает. Очень важный момент. Два пистолета. Сурил прострелом в голову. И второго еще успел похоронить. Но Робинс равно один. Момент красивый. Правда, не повлияет никак на исход этого раунда. Один игрок. Хлпе. Против четверых. Открытие на точку. Скорее всего, уже невозможно. Я бы на его месте вообще задумался о сейве. В каком-то. Ну, я не знаю. Работает пока вроде как против тока экономики. Дальше уже не идет. Поэтому уходит, да, сейвить. Но Денислова наказал. Определенно. Но команда скейт вышла для себя на четырнадцатый. Планомерненько. Но все-таки ровненько. С минимальными потерями по девайсам. Все-таки вот без каких-либо проблем в этом отношении, которые были и встречались до этого, когда мы смотрели. Здесь они справляются и оформляют для себя четырнадцатый. И два раунда преимущества. То есть еще и в этом, конечно, здесь определенный плюс. И поставили еще одну паузу. И эти парни, видимо, вот прям готовы бороться до конца. Столько пауз мы не видели на протяжении уже трех просмотренных игр, которые были до этого. В предыдущей была всего лишь одна пауза. Здесь тратят прям по максимуму. Ну, инпоинт все понимают. У них счет 1-0. 2-0 в таблице. Это вот занятие как раз-таки. То есть необходимые ниши для старта. Это хорошо. Для скейта 1-0 начать просто. Этот сезон это тоже неплохо. И вот занятие первых позиций. И дальше набирание тех самых необходимых очков для того, чтобы пройти в плей-офф по окончанию сезона. Это, конечно, определенно плюс. Здесь мы наблюдаем немного другую историю. Открытие на воду. Буус. Томас. Минус. Второго видит. Рокинг даже не реагирует. Просто по спине прошлись. Как себе домой. 20 хп. Чудом остается в живых. Немножко не дострелял игрок в защиту. Хотя мог бы найти даже 2 энтри фрага сразу. В этом отношении. Дальше снайперскую ментовку. Конечно, Рокингу дропнули. Сейчас попробует Рейнвокер здесь найти минус. Сурила увидел. Молото. Смачок моментальный. Еще одна флешка. После этого игру болгарского коллектива все-таки решила отойти. Начало хорошее на инпоинт. Теперь нужно только лишь немножко добавить. В этом отношении. Нашли бы 2 фрага. Уже, скорее всего, чуть ли не похоронили бы. Залетает прострел. Очень-очень опасно Рокингу здесь находиться. Пытается работать. Сурила хорошая позиция за смаком. Там могут и не увидеть его изначально. Он снова перезанимает бочки. И сюда стягивается просто весь коллектив. Не пытается скейт качать. Рейнвокер 2 фрага. Ментальный. Сурил на размене. Хорошо успокоил. 3 в 3. Есть минус. Рокинг подключается. Забирает Рокинга все-таки. Тут упал. Томас продолжает бороться. Спелл он исправляет. Дует команда эндпоинт. На ровном месте. 5 в 4. Отдаются Рейнвокеру. Который находит 2 фрага. Как он это сделал непонятно. Потому что просто камера не показала. Но он их сделал в сайте. И дальше остается Крушел. Один против двоих. Позиций первого вычислил. Тот попытается жить. И уже в спину обходит Рафу. Который оформляет заключительный фраг. 15-12. Скейт. На скиле. На скиле по факту переиграли команду эндпоинт. На данный момент времени. Будут ли здесь допы. Смогут ли отыграть 3 матчпоинта пока непонятно. Но гонг пробил. И команда скейт все таки находится на той самой финишной прямой. У эндпоинт проблем по деньгам. Это 4 мпшки и кольт. Но они сами допустили ошибку. Ключевую в раунде предыдущего. Они сделали эндрифраг. Оставили еще и рокинга красным. У того была снайперская винтовка. Ну как погибли от Рейнвокера 2 игрока в сайте. Это останется им на послематчевую аналитику. Мы же все таки можем концитировать факт. Что они здесь были послалее. Стянули 4 игроков. Пятый подходил уже. То есть все. Все. Вот. Можем долго это обсуждать. Можем долго говорить о том, что все было в руках у команды из Англии. Но как бы там ни было. Скейт здесь оказались сильнее. Красавчики. Им отдельный респект за это. Не побоялись выходить. Нашли для себя грамотные размены. Гранаты использовались опять же. То есть все ресурсы, которые есть на руках у команды скейт. Они используют по назначению. И ключевой. Возможно прямо сейчас будет сыгран. Раунд. Прилетает смачок с точки А. Прекрасно это понимают игроки команды. Атаки. И Робин играет на чек. Длины. У него нет снайперской методики для того, чтобы здесь контролировать. Оп. Рейнвокер не смог штрафануть. Молотов банк. Еще одна флешка. Дальше смена позиции. Рейнвокер. Встреча. Минус фармляет. Робин падает. 4 в 5. Раунд складывается не самым лучшим образом. Но тут встреча великолепно идет на монстре. Два минуса. Суриума. Тимакс по фрагу. 30 секунд на таймере. Бомба выпала. Смачок не позволит действовать. Сейчас крушил. Еще и закроет игрока. Переперетяжки. Рейнвокер погибает. И Рафу донесом остается вдвоем. Не получится. Не получится сразу же выйти на победу в этом матче. Не так все просто. Эндпоинт, несмотря на допущенные ошибки в предыдущем, продолжает бороться. И вот уже почти готовы закрывать своего оппонента прямо сейчас. Выходя тем самым на 13-й, останется еще два раунда между коллективами. Как бы там ни было. За которые придется еще буквально грызться. Нерывать и метать. Перезакупились. Все равно проблема. Мы это прекрасно видим. Моиндпоинт, несмотря на взятый раунд, все равно проблема по экономике. И МПХ осталось. И Фамос пришлось докупать. Но есть трофей на Кастров 7-й. Две М-ки это уже хорошо. Хаешка не самая лучшая. 5% здоровья это так. Пощекотал. Но при этом дальше пошла перетяжка. Три игрока по точке Б. Четвертый это Робин. Так что стягивается в этом же направлении. Бомба пока находится под спавном. То есть с вектором атаки команда скейт еще не определилась. Хотя они преимущественно всю вторую половину играют именно точку Б. У них это получается. Да, с переменным успехом. Но получается. Увидел. Увидел Робин своего оппонента. Роккен эту информацию. Прошлась. И снова укрепление. 4 плюс 1. Причем по факту точка А отдается полностью. И снова Сурил. Снова Матимакс. Роккен уже находит первый минус. Робин падает. 4 в 5. И дальше нет пристроения. В прошлый раз эта засада сработала. Матимакс вместе мы это похоронили. Полностью выход через монстр. И за счет этого смогли выиграть раунд. Но правда без потерь до этого. Здесь все-таки Робина потеряли уже. Томас дальше не перетягивается. Все-таки в последний момент начинает уходить. Пошла раскидка. Открытие. Сурил не справляется. Роккен его вырубает. Дальше Раф контролирует спину. Роккен все-таки сгорает. Матимакс его не отпускает. Томаса проходит спаллэн минус. Ну и 2 фрага до победы. На этой карте Матимакс падает. И Крушел остается 1 против 4. Чудо. Или же все-таки 16-13. И победа команды из Болгарии. Открытие. Прифлайером. И Денисов последний минус 16-13. И команда Скейт выходит в этом матче победителем. А следовательно наш игровой день уже начинает подходить к концу. А именно он и заканчивается. Endpoint Скейт подарили массу эмоций. Как хороших, так и плохих в какой-то мере. Кого-то я могу поздравить с победой. Кого-то все-таки прошу не расстраиваться. Вределенно точно. Повезет в следующий раз. Не забывайте. В социальной сети все есть под стримом. Твиттер, Инстаграм, ВК-группа, Телеграм-канал. Залетайте, подписывайтесь. Находите там полезную для себя информацию. Слушайте подкасты и многое другое. Все это в социальных сетях. Ссылочки в чате есть. И баннеры патронсесса также присутствуют. Джиджи Бет. Наш партнер. Всеми любимые. Получайте бонусы при регистрации. Но для вас работал Михаил Угравкович на сегодняшней Лиге МДЛ. Европейского дивизиона. Сезон номер 34. Ухожу на перерыв. Выслышимся с вами уже на следующей неделе. Поэтому не забывайте про мои социалочки. Они есть в группах. Поэтому всех буду рад видеть. Спасибо, что были со мной. Отдыхаем.